В этом году мужская категория практически на 100% показала рост. Это говорит о том, что у нас меняется сознание, мы приучаемся покупать что-то в интернете. Что изменилось в онлайн-среде, что сейчас выходит на первый план и как за это хвататься? Сейчас мы действительно наблюдаем, что очень важно иметь энергию оффлайна и онлайна. То, что обычного пользователя интересует в обычной жизни, это отображается в динамике спроса в поиске Яндекса. Из той аналитики, которую мы сегодня презентовали в докладе, мы действительно видим, что более бюджетные сегменты, например, если говорить о планшетах, то производители Samsung, Lenovo сейчас показывают достаточно хороший рост. Если говорить о категории женской обувь и одежды, то, конечно, это кроссовки, кеды. Это оказывает тренды мода, то, что это удобно, то, что это недорого, это просто можно купить и выбрать в интернете. Разве этот тренд не был еще в прошлом году или он просто понарастающий? Он действительно был, но он идет понарастающий. К сожалению, в прошлом году мы не наблюдали такого ажиотажа на кроссовке. В этом году мужская категория практически на 100% показала рост. Это говорит о том, что у нас меняется сознание, мы приучаемся покупать что-то в интернете. Ну и, конечно же, большие лидеры, показывая определенную рекламу по расширению ассортимента, привлекают пользователей в сторону онлайна. Как эту информацию можно использовать для бизнеса? Здесь, конечно, очень важно понимать, какая у вас тематика, тот бизнес, который вы есть давно, либо вы только хотите прийти в онлайн. Из преимуществ онлайна то, что вы не платите аренду, но при этом важно учитывать определенную бизнес-модель. Недостаточно найти хорошую нишу, которая еще не заполнена. Нужно просчитывать, нужно понимать, с какими поставщиками вы будете работать, насколько в целом сформировался спрос. Потому что не секрет, что кроме Яндекса, и у Яндекса, и у других рекламных площадок появляется тот инструментарий, который показывает пользователям те новые товары, которые, возможно, они еще не искали. Я приводила шнурки, и здесь можно говорить о многом. Можно продавать ремни, можно глобально продавать те услуги. Если вы чувствуете, что у какого-то бизнеса есть определенная проблема с автоматизацией процессов, вы можете смело выходить на рынок, заявлять о своем решении, но при этом вы понимаете, что интернет-сайт – это то место, куда будет приходить пользователь, поэтому важно, чтобы он отвечал на вопросы, и он срабатывал на этапе продажи либо на той воронке, которая предусматривает работу с пользователем. Есть мнение, что все больше главным экраном у людей становится экран мобильного телефона или планшета. Если говорить о мобильном планшете, то по нашим исследованиям мы действительно видим, что несмотря на то, что мы живем со смартфонами, если говорить о конверсионности, то, конечно, это по устройству планшета. Согласитесь, на больших экранах гораздо удобнее определиться с покупкой, посмотреть картинку и кликнуть. Так сложилось, что менталитет обычного украинца не предполагает покупку в один клик. Поэтому и наши доработки, например, по мобильным объявлениям в контекстной рекламе, они позволяют, прям показывают кнопочку «позвонить», где пользователь достаточно быстро свяжется с рекламодателем, с магазином, к примеру, уточнит наличие, цену, сроки доставки и совершит покупку. Поэтому смартфоны и планшеты мы действительно используем. Недавно мы были на конференции про мода, коллеги рассказывали, у которых есть опыт работы со штатами, рассказывали, что проникновение очень плавно идет, нету какого-то быстрого скачка, это всего 11%. При этом мобильный трафик менее конверсионный. Но в целом, если пробовать работать с некоторыми тематиками, учитывать определенные настройки, правильно анализировать, то мы видим, что в некоторых категориях, конечно, это одежда и мебель, там, где важны большие картинки, размеры, то конверсионность может быть не хуже десктопной. Но здесь все индивидуально, нужно анализировать, читать и принимать решения. Когда общаетесь с магазинами, когда они смотрят вашу аналитику, как они отзываются? Они рады тем изменениям, которые происходят, или просто берут их как факт? Ну, вы понимаете, хорошая, красивая аналитика – это картинка, нужно понимать, как эта аналитика будет работать. Поэтому на каждой встрече, когда мы показываем динамику того, как меняется спрос пользователей, мы обязательно в диалоге задаем вопрос магазину. Что чувствуете вы? Когда мы показываем новые тематики, мы можем совместно в диалоге предполагать, какие были ключевые драйверы, которые способствовали интересу в этой категории. Конечно, хорошо понимать, куда мы двигаемся, поэтому для наших рекламодателей, особенно для ключевых, мы очень детально показываем их динамику, что происходит, чтобы они видели тот новый рекламный потенциал, который может возрождаться в тех категориях, которые еще не заполнены. Люди стали дольше находиться на различных маркетах или меньше? Мы говорим о том, что внимание переключается, но глобально онлайн-изация, наверное, людей происходит? Онлайн-изация происходит и по спортфонам, но, как мы говорим, мы сейчас, когда нам грустно, когда мы одни, да, когда мы берем планшет, мы берем телефон, осмотрим ленту новостей в соцсетях, возможно, мы увидели какую-то рекламу на ТВ либо бигборд, то мы хотим найти то, что нас интересует, да, это первое. Второе, мы можем искать, но это может быть не покупка в этот же день, поэтому важно отслеживать ту атрибуцию рекламного трафика, который приходит на ваш сайт, поэтому считать важно. Онлайн-изация происходит очень постепенно. Конечно, как и любой бизнес, все хотят, чтобы трафика больше, чтобы он был очень доступный, дешевый и конверсионный, но так не будет. Нужно собрать большое количество данных для того, чтобы проанализировать, как часто нужно покупать, например, корм для животных, если говорить о каких-то товарах, которые часто будут покупать, да, и вот эта аналитика на большом объеме данных подскажет, какая стратегия по продвижению этой категории напоминания себе либо какой-то смежной будет для пользователя в первую очередь интересной. Что меняется в области торговли в интернете для бизнеса, нам рассказала Анна Куц из Яндекс. Спасибо за ваше внимание. С вами был Евгений Бенцев, специально для Ducascopy TV.